Педагоги, психологи, дефектологи, как отличницы в школе внимательно записывают каждое слово приглашенного гостя. В качестве лектора эпилептолог из столицы. Алексей Троицкий приезжает в Иваново раз в месяц по приглашению руководителя инклюзивного проекта «Мы вместе». Здесь консультируют родителей и специалистов, столкнувшихся с проблемой детской эпилепсии. По статистике, полпроцента населения земного шара страдает от падучей. Судорожные приступы наступают внезапно и поражают очаги головного мозга. Болезнь эта, безусловно, страшная, но излечимая при ранней диагностике и правильном лечении. С этим как раз в субъекте и главная проблема. Эпилептолога во всем регионе не сыщешь. Есть один, и тот принимает в больнице Богородское, что называется по профилю. Остальных больных, в том числе детей, ведут неврологи. А это, рассказывает Алексей Троицкий, не лучший вариант развития событий. Нужна сначала диагностика. Это качественное МРТ-обследование. Это видеоэгомониторинг с регистрацией приступов, крайне желательно. Ну, или хотя бы домашние видеоролики записи приступов, чтобы это показать врачу. Потому что врач должен видеть приступы своими глазами. В этот раз эпилептолог из Москвы осмотрел 12 детей. Скорректировал лечение, отправил на дообследование. Мамы ребят, страдающих от эпилепсии, конечно, хотели бы врача в шаговой доступности, чтобы в любой момент посоветоваться. Но если это невозможно, были бы рады закупке дополнительного оборудования для ЭЭГ-исследований. В идеале хочется сделать на базе одного из центров или больниц наших видеомониторинг. Учитывая, что оборудование продается у нас в Иванове, все это возможно сделать. И договориться, ну, сделать договор, заключить с клиникой одной из Москвы, чтобы нам делали расшифровку и уже сюда присылали готовые результаты вместе с дисками. Оборудование действительно производят в Иванове в компании «Нейрософт». Именно на нем и работают в столичной неврологической клинике. Во всех небольших городах одна беда, рассказывает Алексей Тройский. Не хватает качественных исследований. Высокая нагрузка на МРТ-аппараты в госучреждениях. Соответственно, они не могут просто физически тратить достаточно времени на то, чтобы сделать МРТ-исследование на высоком уровне. Это требует большого времени. У них большая очередь. Поэтому им приходится сокращать время, соответственно, ценой, качеством обследований. В идеале, рассказывают мамы, видеоэлектроэнцефалография должна проходить от двух до пяти часов. А иногда и всю ночь, так как у некоторых детей приступы случаются во время сна. В региональных условиях ЭЭГ занимают в разы меньше времени. В психолого-логопедическом центре развития из всех детей примерно треть страдает эпилепсией. Поэтому для специалистов встреча с врачом из московской клиники – уникальная возможность раскрыть секреты заболевания. Мы иногда очень бережно к ним относились в том плане, что мы не знали, что делать с такими детками и как нам проводить эту реабилитацию. Насколько интенсивно мы ее можем проводить. Это такой уже другой уровень. И очень важно такое интегративное сотрудничество. Когда к ребенку подходит не отдельный специалист, а это комплексная помощь ему. В департаменте здравоохранения нам объяснили. О проблеме они знают и готовы ее решать. Но все упирается в деньги на ставку специалиста. Перспектива все же оптимистичная. Но пока непонятно, насколько долгосрочная. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.